Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня, как вы знаете, в США отмечается День Благодарения. Соответственно, нас ожидает низколиквидная торговая сессия. Поэтому будем надеяться, что волатильность все-таки останется на довольно высоком уровне. Потому что у нас есть сейчас какой новостной фон отыгрывать. Особенно после серии крутейших отчетов из США, которые мы анализировали вчера. Но в любом случае, если волатильность все-таки оставит желать лучшего, расстраиваться не стоит. Потому что впереди у нас очень серьезный месяц. Декабрь, который будет замыкать 2016 год. И я надеюсь, станет венцом уже по реализации ряда наших инвестиционных идей. Поскольку в декабре мы с вами ждем очень много серьезных изменений в монетарных политиках со стороны регионов. Представляющих для нас наибольший интерес прежде всего Европейского центрального банка и со стороны Федеральной резервной системы. Поскольку по ФРС мы, как вы прекрасно знаете, все-таки настраиваемся на нормализацию денежно-кредитной политики. Мы ждем уже резонанса последствий президентства Трампа. Хотя об этом, конечно же, говорить еще очень рано. Но все-таки те движения, которые мы сейчас наблюдаем на упаре доллар-японской иены, да и в целом по доллару. Это как раз и есть уже первичный дисконт повышательный, который является следствием того, что политическая система США, возможно, претерпит серьезные изменения под руководством нового политического деятеля. Но обо всем давайте, как и всегда, чуть подробнее начнем мы сегодня с динамики черного золота и нефти. Пожалуй, нефть в ходе вчерашней торговой сессии, в принципе, можно сказать, то, что порадовало нас. Но глядя на те уровни, на которых активы находятся сейчас и, в принципе, понимая, что может сходить еще выше, поскольку до 30 ноября, то есть до следующей среды, есть три полноценные торговые сессии, мы понимаем то, что еще нам придется терпеть то, что рыночные строения положительным образом могут повлиять на котировки нефти. Но это только формат ожидания, который, в принципе, вряд ли может завести актив еще выше. Ну куда еще выше? Потому что мы уже находимся на отметке 50 долларов за баррель. Что касается вчерашней торговой сессии, КЛОС-4890, я уже был обрадовался, что наконец-таки мы закрепили коррекционный результат и, соответственно, будем снижаться дальше. Новостная картина была довольно интересной. Во-первых, это традиционный отчет по запасам нефти США. Мы анализируем его в среду. Эта статистика поддержала локально котировки нефти. В моменте, это можно было действительно увидеть на ваших графиках, связано это было с тем, что запасы сократились на 1,2 миллиона против прошлого роста на 5,2 миллиона баррелей за неделю. И вот это снижение, оно прервало, по-моему, цикл из четырех повышений и из четырех отчетов по росту запасов, которые мы констатировали ранее. Мы строили прогнозы, что сезонное обслуживание технических станций, нефтяных терминалов, более высокие объемы импорта позволяют нам еще на вот этом фундаменте использовать ожидание роста запасов хотя бы на пару-тройку недель. Ну, судя по вчерашнему отчету, который, в принципе, полностью совпал с оценкой Американского института нефти, это обычно мы не наблюдаем такой синхронности. Но в этот раз она действительно очевидна. И причины, из-за которых запасы могли снизиться, это как раз увеличение производственной мощности, производственных мощностей в плане задействования нефтяных терминалов, сокращение импорта. То есть наша прошлая идея уже несостоятельна. И мы должны прекрасно понимать то, что, возможно, в рамках американской экономики начинается новый цикл отчетов, которые уже будут говорить о сокращении запасов. И, по идее, это локальная поддержка для нефти. Но даже несмотря на такой отчет, вчера мы не увидели роста бренда, поскольку был еще и другой макроэкономический повод. Это повод с компенсирующим, скажем так, нейтрализующим влиянием статистика от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов и платформ. А поскольку день благодарения сегодня в США, то есть из-за праздников, из-за которых выбывают, собственно, из строя торговые полноценные сессии в США, отчеты едут по публикации во времени. И в данном случае Baker Hughes перенесли у нас в пятницу вот на вчерашнюю торговую сессию. Ну, не важно то, что хаппинности, самая важная статистика. Плюс три нефтяных терминала с 471 до 474 платформ. Мы уже довели на показатели эту цифру. То есть, как и ожидали, еще парочку недели и перевалим с вами за полтысячи. Это много. Что позволяет говорить о том, что добыча нефти должна расти. И я уверен, что после выхода отчета идея о том, что производство нефти в США увеличится, скажем, в предстоящие кварталы, это и компенсировало тот положительный эффект, который могла бы оказать статистика по снижению запасов. И это хороший сигнал для нас, потому что, как я уже отметил, если запасы в ходе последующих недель будут снижаться не на экстремальном уровне, а вот хотя бы 1-2 миллиона баррелей за неделю, ничего страшного, потому что у нас еще остается такой же серьезный локальный макроэкономический рейс еженедельный. Это статистика по нефтиным терминалам. Будем искать поддержку для наших аэкционных идей там. Ну и, безусловно, стоит пару слов сказать еще про важнейшее событие. Это приближающееся заседание ОПЕК в Вене, которое состоится 30 ноября. И мы видим, как на рынке активно обсуждают эту тему. Можно сказать, что движение последних дней – это и является следствием формирующихся либо позитивных настроений и сменяющегося этого позитива скепсисом. То есть вот эти флуктации, владельность на финансовых площадках и, прежде всего, на площадках, которые специализируются на торговле углеводородными, энергоисусами, сохранятся вплоть до средних. Потом еще будет какой-то резонанс в плане нескольких дней. Про то, будет ли достигнуто соглашение, будет ли найден компромисс, золотая середина, общий знаменатель, выйдут ли стороны на сделку. Мы говорили очень много уже. Кто-то читает, что выйдут. Вот, в частности, комментарии, которые и взвинтили цены на нет на этой неделе, со стороны Путина о том, что он видит хорошие шансы на достижение компромиссных решений, и Россия готова сокращать производство при солидарной позиции других, собственно, участников рынка нефти. Мы знаем то, что Ирак и Иран направили в ОПЕК несколько предложений, при соблюдении которых эти регионы готовы поддержать также либо ограничения добычи, либо заморозку на тех уровнях, которые были достигнуты. Но дополнительной информации в связи с этим нет. А если ее нет, то, я думаю, что, скорее всего, это предложения, которые ни к чему не привели и кого-то не устроили. Потому что, если бы они были приемлемыми, ОПЕК бы уже давно просимонизировал о том, что, наконец-таки, достигнули взаимопонимания среди наиболее конфликтующих регионов по будущим инициативам. Таких новостей, как вы знаете, на рынке не было. И нет по текущий момент. Поэтому у нас, как была, все-таки фундаментально более четкая и обоснованная позиция, исходя из тех релизов и статистики, которые мы даже по объемам производства в ОПЕК получали в последние недели, все это указывает на то, что вероятность достижения компромисса крайне низка. Поэтому скепсис, по крайней мере, с моей стороны все еще сохраняется. Я никак не могу позволить развернуться по бренду, особенно тогда, когда понимаю то, что есть еще серьезный медвежий сигнал, который не отыграл себя до конца. И я надеюсь, что это случится на следующей неделе. Вроде бы как следующая неделя действительно может стать вектором для нас по ориентирам о бренду, WTI и, соответственно, тем направлением укажет на то направление, которого мы с вами будем продерживаться до конца этого года, с которым мы уже перейдем в 2017. И в качестве еще одного негативного фактора для нефти можно обозначить и рост котировок доллара. В частности, если говорить про американский индекс доллара, то он сейчас после вчерашней торговой сессии уже достиг 13-летнего максимума. В общем, с таким фундаментом мы шагаем дальше, закрываем неделю. Завтра поговорим, безусловно, о кульминации этой недели. Хотя уже все отчеты мы с вами проанализировали. Единственное, что сейчас может повлиять на нефть, это какие-то комментарии либо сообщения со стороны о тех странах, которые примут участие в сделке встречи, скажем так, в Вене 30 ноября. Рубль против доллара 64.28. Мы с вами ждали закрепления пары выше 64 в рамках торговой сессии. Достигли этой цели, но это все равно еще не тот уровень, который нам нужен. Я думаю, что можно благополучно сейчас опустить анализ перспектив данного дуэта валютных активов, поскольку у нас не будет более стоящих аргументов, чем те, которые получим в среду. Поэтому, с вашего позволения, давайте вот в пятницу, в понедельник и вторник, возвращаясь к российскому рублю против основных конкурентов, мы просто будем констатировать уровни. А уже детально о том, что может произойти дальше, с российской валютой поговорим после того, как переживем торговую сессию средств и, соответственно, встречу нефтедобывающих стран в Вене. Европейская валюта против доллара. Хотя давайте сначала начнем с пары доллара японской иены, потому что здесь у нас будет возможность проанализировать ситуацию и фундамент по американской статистике. И уже от того, что показал доллар, будем растекаться по другим валютным активам. Доллар японская иена, как мы с вами ожидали, сохранила восходитель импульс, продолжила движение и переписала новый локальный максимум. В частности, этот локальный максимум, сейчас, если говорить совсем точно, мартовское значение и 112.64, это сейчас о котировке в текущий момент. То есть, 113, я думаю, что наскоком сможем добраться до этого сопротивления, поскольку все-таки рост такой выраженный и очевидный. Но это не наша с вами долгосрочная цель. Все равно 115, вот это тот уровень, который на текущем этапе нас бы вполне устроил. А вчера все внимание трейдеров было приковано к целому блоку макроэкономических данных из США. И в целом, действительно, релизы были очень серьезные. Пара доллара японская иена отличилась серьезной волатильностью, даже несмотря на низколиквидные торги, потому что вчера в Японии начался день труда. Соответственно, японские трейдеры на площадках отсутствовали. А что касается самих релизов, то здесь можно разобрать прям детально. С самого первого отчета это число заявок на пособие по безработице 251 тысяча с 233 тысячи. Хороший релиз 90 недели подряд, когда статистика по данному сектору и по числу заявок на пособие по безработице указывает на цифру ниже 300 тысяч. И это явное доказательство того, что американский рынок труда восстанавливается и никак иначе. Далее у нас вышли заказы на товары длительного пользования, которые стали очень серьезным бустом для пары доллара японская иена. Конечно же, реакция была оправдана, потому что мы увидели прирост в месячном выражении на 4,8%, против прошлого роста на 0,4%. Основной вклад в такую статистику внес спрос на гражданскую авиацию. И я думаю, что мы еще на этом позитиве сможем анализировать и следующие данные. В частности, вот это значение 4,8% это, по-моему, один из самых высоких показателей за последние пару лет. И важно еще отметить то, что у нас сохраняется самый настоящий тренд, тенденция восстановительная данного сектора, что в целом настраивает на очень оптимистичный лад по будущим показателям ПРОВП. Индекс PMI 53,9% с 53,4%. Еще один прогресс уже в секторе промышленности. И здесь, спасибо, нужно сказать, очень высокому внутреннему спросу со стороны американской экономики. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета 93,8% с 91,6%. Еще один прогрессирующий макроэкономический отсчет, который указывает на потребительские настроения, находящиеся на очень высоких значениях. И кульминацией, собственно, торговой сессии у нас создали протоколы, которые в целом не оказали уже серьезного влияния на пару, поскольку уже до их выхода, после публикации макроэкономических данных, стало совершенно очевидно то, что риторика может быть только жесткой и никак иначе. Поэтому протоколы, когда вышли, по-моему, я не то чтобы следил, я уже посмотрел постфактам того, как они отработали от пари до японской иены, ну, там гиапазон хода 20-30 пунктов. Это, конечно же, ерунда. В частности, говоря про протоколы, практически единогласная позиция среди голосующих членов ФРС о том, что ставку нужно повышать. То, что условия для этого крайне подходящими, оптимальными. То, что риски снижаются. То, что американский рынок труда уже буквально всеми релизами, которые вообще посвящены данному сектору, указывают на то, что сигнализирует о том, что восстановление продолжается. Индекс потребительских цен также уже не рассматривается в качестве угрозы, то есть низкие значения инфляции, поскольку уже по самым скромным подсчетам на фоне тех инициатив, которые будут реализовываться уже новой администрацией президента Трампа, то есть инициативы, которые предполагают снижение корпоративного налогообложения, колоссальное, соответственно, бюджетное стимулирование на общую сумму около 1 триллиона долларов развития инфраструктурных проектов. Все это будет приводить к росту потребительской активности через, возможно, как следствие, через рост заработных плат. Мы настраиваемся на то, что инфляция будет расти, и я не сомневаюсь в том, что к середине 2017 года мы с вами сможем найти по этому показателю выше даже 2,2%, хотя цель находится на отметке в 2%. Все это, конечно же, уже приводит к росту американских бумаг по доходности и еще раз доказывает то, что никто не сомневается в том, что в декабре мы увидим с вами повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Как раз это решение сейчас и продолжает дисконтироваться в стоимость доллара, поскольку, опять же, ужесточение монетарной политики – это позитивный момент для тех валют, которые стоят за регионом, в рамках которого идет это ужесточение. Поэтому мы ждем с вами 14 декабря, это заседание ФРС. Уже верим, что ставку повысит, но хотелось бы допустить, хотя я понимаю то, что я могу совершить ошибку, то, что потенциал того, что доллар еще вырастет, потенциал реализации будущей динамики, он еще не исчерпан по факту от данного новостного события. Хотя признаю то, что после того, как мы подвели итоги президентской гонки в США, пара уже прибавила больше тысячи пунктов. Конечно же, это очень много. Но хочется добраться до нашей с вами цели – 115 йен против американца. Я надеюсь, что совместными усилиями вместе с вами мы сможем затащить пару, а к этому – по ценовому значению. Европейская валюта. Вчера, кстати, было очень много отчетов по индексам делуактивности в сфере услуг, производства Германии и Еврозоны. Статистика хорошая. По сфере услуг Германии – 55, индекс против прошлого – 54,2. Производственный сектор Еврозоны – 54,11, прошлого – 53,5 сектора услуга, также 54,11, 52,8. Но в целом эта статистика была проигнорирована европейским валютным активом, поскольку, как и раньше, евро слил только за поведением доллара. И как только американец начал расти, евро тут же пошел вниз к нашей с вами заветной цели – 1,05. Я не думал, что мы сможем так быстро, скажем, подобраться прямо тютелька к тютельку к этому рубежу. Но вы видите то, что рынок явно сейчас благоволит нам к концу этого года, и нам нужно выжать все-таки эту планку 1,05. Минимальное значение вчерашнего дня, и, по-моему, даже сопоставимо с минимумом сегодняшнего, это 1,0524. Сейчас актив торгуется парой евро-доллар на отметке 1,0547. То есть 50 пунктов нас отделяют с вами от того, чтобы зафиксировать серьезный профит и, скажем, взять паузу по трейдингу главным валютным риском. То есть мы непременно возьмем паузу, не будем сразу бросаться с головой в попытке прокатиться на еще большем снижении, потому что 1,05 – это серьезная поддержка, которая просто так в любом случае не сдастся. Фунт против американца 1,2436. Сейчас котировки, диапазон хода достаточно высокий, но в целом пара держится на уровнях 1,23-1,25 в этом коридоре. И что-то не хватает пункту, чтобы либо закрепиться выше планка 1,25, либо все-таки пойти к нашей с вами цели 1,21 и 1,20. Я надеюсь, что если уж не долго, то, по крайней мере, какие-то комментарии со стороны национальных монетарных властей, со стороны РСМС, могут сделать, оказать решительный импульс воздействия на фунта. Но, к сожалению, таких конференций важных до конца этой недели и даже на следующих у нас пока не предвидится. Будем с вами ждать. Завтра у нас отчет по ВВП Англии. Может быть, локально фунт отреагирует на эту статистику и, соответственно, будем надеяться через слабый отчет, скорректируется и приблизится к нашей цели. Хочу добавить в качестве медвежьего сигнала вчерашний прогноз еще от Министерства финансов Англии по поводу темпов экономического восстановления на 2017-2018 год. Они были пересмотрены с ухудшением. В частности, на 2017 год с прошлой оценки 2,2% прогнозы ВВП снизили до 1,4%. На 2018 год с 2,1% до 1,7%. То есть, уверенное снижение, которое отражает риски и последствия Брекзита, тем более, что 2017-2018 год это как раз те самые периоды, когда Англия будет максимально уязвима перед последствиями автономности. И тогда, когда она потеряла членство в рамках Европейского союза. Что касается других валютных пар, пожалуй, отмечу еще Франка, поскольку вчера мы снова имели возможность проследить за риторикой руководства Национального банка Швейцарии и услышали то, что нам было нужно и то, что мы слышали уже давно. То, что Национальный банк Швейцарии внимательно следит за ситуацией на валютном рынке и не отказывается по-прежнему от стимулов, которые раньше были обозначены в качестве наиболее вероятных шагов и действий. Это интервенция и возможность снижения процентной ставки. Наибольший риск сейчас Национальный банк Швейцарии для себя в плане потенциального укрепления национальной валюты, если евро будет снижаться. Это конституционный рекомендум в Италии, который состоится 4 декабря. Поэтому, если в ходе, опять же, этого новостного серьезного события и уже с открытия, по-моему, этого выходного дня, с открытия понедельника европейская валюта найдет больше оснований для снижения, то есть, если политическая неопределенность и нестабильность повысится в связи с этим, то Национальный банк Швейцарии готов не просто проводить валютные интервенции, а продолжать снижать процентные ставки. И на текущий момент, между прочим, Национального банка Швейцарии оставка по депозитам самая маленькая для коммерческих банков. Но это, в принципе, их не останавливает, потому что для них очень большой головной болью является дорогая валюта. И для того, чтобы отварить трейдеров от нее, и для того, чтобы не пускать капиталы в расположение этого валютного актива, чтобы ослабить курс национальной единицы, они готовы идти на такие сверхагрессивные экономические стимулы. Я снова призываю вас обратить внимание на пару евросвейси. У нас котировки сейчас 1.07.37. Ослабление евро, которое совершенно очевидно, должно было привести пару к более низким значениям, 1.06, но этого не произошло. Почему? Потому что Национальный банк Швейцарии, как обещал, проводит валютные интервенции и не пускает пару, по сути, ниже отметки 1.07. Я снова повторяю, что есть у нас с вами цель по этому дату активов. Это 1.0850 или уж совсем в идеале 1.09. Пока мы не доберемся до туда, выходить из трейдинга по этим инструментам не стоит. Из важных отчетов сегодня стоит отметить, через 9 минут буквально ВВП Германии и в 12.00 статистика по ИФО, бизнес-ожиданиям со стороны также немецкой экономики. Поскольку вчера у нас было уже много релизов и не только вчера, а в последней неделе, мы уже пришли к поводу о том, что евро игнорирует макроэкономический фонд. Для общего развития давайте посмотрим за статистикой, оценим, что думают бизнесмены по поводу перспектив немецкой промышленности и в целом еврозоны и какие показатели у нас сейчас вырисовываются по экономическому восстановлению в рамках Германии. Завтра мы подведем итоги этих релизов и завтра снова будем говорить о том, что же интересного нам продемонстрировал рынок. Сегодня, как я уже отметил, США день благодарения, поэтому понимаем, исходя из традиционных экономических принципов, это явное свидетельство того, что не стоит ожидать каких-либо серьезных движений, но рынок сейчас не совсем обычный. Даже в условиях низкой ликвидности какой-то незначительный фундамент может спровоцировать такую волатильность, которую мы не видели давно. Поэтому крайне бдительными сейчас являемся к собственным позициям, которые в рынке и не позволяем собственному рынку обвести себя вокруг пальца. Придерживаемся прежних трендов и верим в ослабление рисковых активов и рост американцев. Кодовое слово на сегодня. Ликвидность увеличена бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, вы всегда их можете задавать на нашем форуме Amarkets, либо на канале на YouTube. С огромным удовольствием отвечу на все из них. Ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова